Отчеты. Вот как можно не скучно рассказывать о бумажной работе. Вот у меня отвращение к бумагам практически с детства. И, к сожалению, на одном из этапов моей деятельности мне пришлось анализировать 700 систем за три года эксплуатации. У меня на это ушло два месяца. Потому что мне было необходимо опросить всех монтажников, интеграторов. Мне нужно было опросить экономистов и бухгалтерию. И, наконец, я вывел отчет. Действительно, были выявлены самые слабые узлы системы. Мы выяснили, что же являлось причиной регулярных сбоев. Мы предвосхитили последующие сбои, вычислив партии некачественного товара. И заменили своевременно. Это были блоки питания. И все благодаря тому самому отчету. Только я делал его два месяца. Сейчас мы данные надежности системы можем получать моментально. То есть мы задаем основной критерий. Хотим статистику по всей системе. Хотим посмотреть, какова ее надежность. И нажимаем кнопочку. И то, что я собирал столько месяцев, мы получаем за три минуты максимум. То есть онлайновые отчеты. И вы сразу видите один из вариантов отчетов по всей системе. А можно по отдельным пунктам. Что является самым слабым? Самым слабым в системе в 90%, в РУ, в 70% это каналы связи. То есть сразу видно, что исправить, чтобы система была более надежной. А дальше по техническим неисправностям уже можно смотреть, где какие проблемы. В частности, у нас была большая проблема. Горели в компьютерах винчестеры. Мы долго пытались понять, что же происходит. А наконец мы поняли. Компьютеры ставятся на пол. Ставятся рядом с банкоматами. Вся пыль, поднимаемая ногами, вентиляторами без фильтров засасывалась внутрь. Вентиляторы останавливались. Винчестеры перегревались. Три копейки цена вопроса. Когда мы это выяснили, мы прекратили все эти сбои. То есть вот для чего нужны отчеты. Кроме того, есть отчеты по тревожным событиям. То есть в управлении безопасности, не буду называть, но нашего любимого клиента, раз в квартал должен ложиться отчет о тревогах системы. Для чего это нужно? Чтобы усилить наиболее часто интересующие нарушителей места. Это раз. А второе, чтобы вычислить некачественно работающие приборы, которые просто звенят. Он то потухнет, то погаснет. И постоянные тревоги. Один отчет за три минуты, вместо того, чтобы инспектор садился за месяц до предоставления этого отчета и собирал всю эту информацию. Ведь заранее никто этим не обеспокоит. Поэтому система позволяет осуществлять и такое построение отчетов. Продолжение следует...